Продолжаем выпуск. Актуальные вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели. Предложения по их решению. Все это было в фокусе внимания панельной дискуссии, прошедшей в Твери. Среди участников члены союза «Нежный бизнес», а также представители органов власти. Союз «Нежный бизнес» объединяет коммерсанток из почти 80 городов России. Тверская область – один из самых активных регионов. Вот и в этой панельной дискуссии приняли участие 35 предпринимательниц из многих муниципалитетов Верхневолжья. Твер наш, основной участницей, также есть Удомля, есть Торжок, Бежецк будет, Вышневолочок, Балагоя. Диана Кургузова представляет своих коллег из Торжка. Она очень рада участию в этой встрече. В нашем сообществе представлены девушки, молодые предприниматели, очень много самозанятых. И так как город небольшой, нам хочется быть сплоченными и знать, какие есть возможности поддерживать сейчас молодых предпринимательниц. Своей целью Союз «Нежный бизнес» ставит помощь развитию экономики страны за счет роста женского предпринимательства. Часть этой работы – активное взаимодействие с органами власти, которые регулярно принимают участие в подобных встречах. Вы поучаствовали во всероссийском конкурсе, заняли там хорошие позиции, представили многие из вас свои проекты. Сегодня у нас такая задача достаточно практическая. Вам бы что посоветовал использовать нас максимально для того, чтобы получить какие-то консультации по каждому направлению вашей предпринимательской деятельности. Готовится бюджет на 2023 год, будут меняться параметры, госпрограммы тоже будут анализироваться, пересматриваться по различным направлениям развития экономики Тверской области. Поэтому важно посмотреть, что работает здорово, что может быть пока не очень и что предложить. Представительницы прекрасного пола стесняться не стали. И одна за другой высказывали свои предложения и рассказывали о том, что работает не очень. Например, есть вопросы к законодательству. По 44 ФЗ есть такие вопросы, что заключаются контракты, допустим, в 2020 году, срок контракта 3-5 лет и в 2022 году уже другие цены на услуги. И хотят нести изменения, чтобы можно было пересчитывать стоимость работы. С ней согласна и Татьяна Матвеева, которая в своей удомле не раз сталкивалась с нереальностью выполнения контракта по уборке улиц, рассчитываясь с контрагентами по старым ценам. Но кроме того, ее беспокоит и другая проблема. У нас нет ни газифицированной деревни, ни город. И предприниматели, естественно, работают без газа. Мы все работаем только на электроэнергию. А это бывает очень накладно для жителей и для предпринимателей. Участники встречи отметили, что разговор был очень плодотворным. Все высказанные предпринимательницами вопросы будут отработаны. А подобные панельные дискуссии станут в Тверской области регулярными. Продолжение следует...